Лучшие из лучших вышли на БИС. В культурно-деловом центре Арктика подвели итоги смотра творческих достижений сезона 2013-2014 годов. Победители определили в 14 номинациях среди коллективов и сольных исполнителей, мастеров художественного слова, краеведов и художников. Смотр творческих достижений на БИС проводится в округе уже в третий раз. В этом году было подано более 50 заявок на участие от учреждений культуры и образования Оксина, Тельвиски, Харивера, Великой Височного, Искателей и Наринмара. Дипломантов творческого сезона, согласно положению конкурса, определила специальная комиссия. Мы, конечно, хотим показать все наши богатства, все наши культуры. Не только, допустим, в творчестве, но и в другом библиотеке у нас есть номинации. У нас есть номинации визуальной искусстве, где у нас художники, допустим, представлены и так далее. Номинации совсем разные. 14 номинаций, 14 самых ярких концертных номеров, музыкантов, творческих коллективов и мастеров своего дела. Среди них артисты, которыми округ гордится по праву. В этот вечер на сцену поднялись Николай Епифановский, народный фольклорный ансамбль «Родные напевы» и уже успевшие стать популярными образцовый ансамбль «Лошкарей, Ладушки и Стельвиски». В очередной раз они покорили зал своим мастерством. Но не только артисты были отмечены жюри. Дипломантами в различных номинациях стали автор художественной книги «Каменный город» Мария Кравченко, известный в округе художник, иллюстратор Надежда Ваучейская, автор публикаций по истории Нинецкого округа Марина Калавангина и целый коллектив мастеров декоративно-прикладного искусства «Клуб Мелне». Очень приятно. Это признание нашей заслуги в том, что мы развиваем, не только развиваем, но и сохраняем забытые традиции наших предков. То есть это традиционная нинецкая игрушка. Несколько премий конкурса присудили жителям округа, имеющим косвенное отношение к культуре, но их вклад в нее велик. Среди них Николай Хабаров, победитель в номинации «Лучший даритель». Николай Михайлович уже и не помнит, сколько экспонатов подарил Нинецкому краеведческому музею. Я начал лет так, наверное, 20 с тишнью назад с Водопянского времени. Михаил Михайлович, он в нас в доме 37 года жил. Всем победителям в номинациях вручили дипломы и памятные статуэтки. Снова увидеть в полном объеме успех своих творческих земляков жители округа смогут через несколько лет. На четвертом смотре творческих достижений в сфере культуры. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.